Всем привет! Добро пожаловать на канал LamaTips! В этом видео я покажу вам и расскажу, как готовлю свои голубцы. Надеюсь, вам интересна эта тема, потому что это не просто голубцы, а это голубцы, которые можно даже на правильное питание. Почему? Да потому что там практически нет лишнего жира и очень маленькое количество углеводов. Я думаю, что я вас заинтриговала, поэтому оставайтесь со мной и давайте готовить! Для приготовления нам понадобится 1 качан капусты, 500 грамм фарша, у меня 50 на 50 курица и говядина, 1 стакан белого риса, 2 моркови, 1 луковица, 2 столовые ложки томатной пасты и 4 столовые ложки сметаны, а также соль и черный перец. Вперва нам нужно разобрать капусты, чтобы в нее завернуть свои голубцы. Для этого переворачиваем качан кочерыжкой кверху и обрезаем от нее листья. Затем аккуратно отслаиваем листья от основного кочана. Иногда это удобно делать от основания листа, иногда наоборот. Попробуйте, как будет удобнее вам. Очень важно выбрать правильный качан. У него не должно быть так называемых кучерявых листов, а это значит, что из молодой капусты летних сортов разобрать ее на голубцы, и если и получится, то крайне сложно. Разбираем капусту до тех пор, пока не находим те самые кудрявые листья. Вот что у нас из этого получилось. Теперь я переложу капусту в кастрюлю и освобожу рабочее место. Берем овощи и очищаем их. Лук нарезаем. И перекладываем в глубокую миску. Сюда же натираем морковь. Добавляем мясо. Сыпаем сухой рис. Сюда же отправляем сметану и томатную пасту. Не стоит переживать о сухом рисе, так как он полностью будет готов за то время, что протушится капуста. Все очень хорошо и тщательно перемешиваем между собой. Теперь выкладываем лист капусты на дно кастрюли. Это нужно для того, чтобы наши голубцы не подгорели. Берем капустный лист. И если у вас он оказался слишком жестким, надрежьте его немного по самой жесткой части, чтобы в дальнейшем его было легче сворачивать. Выкладываем фарш с края листа. Загибаем края и скатываем, как при фаршировке блинчиков. Так поступаем с каждым голубцом, пока у нас не закончатся ингредиенты. Голубцы укладываем плотно относительно друг друга, чтобы они не разбежались при варке. Я немного не рассчитала количество голубцов и все не уместилось в моей небольшой кастрюле. Поэтому беру кастрюлю побольше и повторяю процедуру с их укладкой. Сверху я также укрываю голубцы оставшимися листами капусты. Заливаю чистой водой. Сверху кладу тарелочку и ставлю под гнет. Так они будут вариться 15-20 минут после закипания. После чего я снимаю груз и даю им протушиться до выкипания воды еще около часа. Ваш ориентир в верхние листы. Если они стали достаточно мягкими, голубцы будут готовы. Перекладываем их на блюдо и зовем всех к столу. Приятного аппетита! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось и вы уже прожали палец вверх. А также не забыли подписаться на мой канал, чтобы увидеть больше полезных видео. Ну а пока вы ждете выхода новых видео. Прожмите на колокольчик, чтобы ни в коем случае их не пропустить. И обязательно посмотрите уже вышедшие видео. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok